Юрий Зайцев встретился с представителями Марийской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга «Шикорно. Серебряная дорога». Встреча прошла в Доме дружбы народов города на Неве. В Ленинградской области проживают около трех тысяч представителей народа Мари. Они хранят традиции и культуру Малой Родины, проводят национальные праздники. Во дворе старинного особняка в самом центре Петербурга звучат традиционные марийские песни. Так в Доме дружбы народов Северной столицы активисты марийской автономии «Шикорно. Серебряный путь» встречают руководителя Республики Мариэл Юрия Зайцева. Юрий Зайцев стал первым в истории руководителем Мариэл, который провел встречу с представителями народа Мари, проживающими в Петербурге и Ленинградской области. Временно исполняющий обязанности главы республики высоко оценил усилия активистов по сохранению традиционной национальной культуры. Жизнь такая, раскидала людей, где-то кто-то далеко от Родины. Конечно же, но это очень важно, когда люди собираются вместе, люди празднуют праздники, люди просто общаются. Вот такая вот общность, ну как по-разному называют, где-то землячество, где-то, ну как угодно, где-то диаспоры есть и так далее. Но это здорово. Я считаю, что на этом, вот на таких моментах поддерживается культура. Вопросов у петербургских марийцев накопилось немало. Юрий Зайцев заявил, что готов поддержать все их начинания. В частности, правительство республики обещало помочь в реализации проекта по оцифровке уникальных аудиозаписей, сделанных в конце 30-х годов в ходе этнографической экспедиции в Марийской глубинке. Это записи старинных фольклорных песен еще 1937 года, даже еще раньше. Это вот все записывалось в деревнях, это вот все записывалось на бумаге есть, и еще есть именно в живую песни, которые записывались вот на эти валики. Коллекция очень старая, валики уже тоже снашиваются, и надо их срочно переписывать на новый формат. А мы сами, как общественная организация, это сделать не можем. Нам на это деньги не выделяют. Это нужно делать на уровне правительства республики Мариел. Среди других инициатив автономии – открытие в Петербурге представительства республики Мариел, усиление сотрудничества в области образования и культуры, упрочнение туристических связей между Мариел и городом на Неве. Все предложения получили одобрение Юрия Зайцева. Продолжение следует...